Даже в период паводка ремонтные работы на плотине не должны прекращаться. В администрации по этому поводу еженедельно проводятся совещания. Нужно принять правильное решение, перекрыть пруд, обеспечив подрядчику фронт работ, но так, чтобы большая вода не затопила близ лежащие дома солдинцев. Планы немножко нарушились из-за того, что тут каскад водохранилищ, и сейчас борются с противопаводками мероприятиями, уже готовятся, вернее, значит, сбрасывают воду максимально, чтобы, значит, к весне прийти уже с пустым водоемом, и не было такого, значит, чрезвычайной ситуации большой воды. Поэтому нас немножко не предупредив, значит, сделали сброс, и сейчас закончить перемычку нам не дает большая вода. Это вот сейчас, сегодня совещание будет, скажут сроки, когда нам, значит, идут работать, и, значит, наш субподрядчик готов, уже материал весь на месте, он буквально за один день эту перемычку досыпает, осушаем верхний бьев русла, и, значит, за две недели наша задача закончить все работы по верхнему бьеву. Это верхняя часть, все, что выше плотины. Напомним, выше плотины необходимо очистить дно от скального грунта и углубить его на полтора-два метра. А чтобы это удалось, нужно отсечь часть пруда насыпной перемычкой, проложив по дну трубу, через которую будут уходить излишки воды. На совещание договорились, прежде чем замкнуть перешейок, подстраховаться и проложить не одну, а дополнительно еще несколько труб. Когда рассчитывался этот проект, проектировщик доказал в Ростехнодзоре надзирающем органе, что достаточно одной трубы. То есть, получается, наше требование, это, в принципе, перестраховка. Ну, подрядчик тоже хочет идти обезопасить себя при проведении работ, поэтому возможен этот вариант. Итак, с 11 марта субподрядчики начали прокладывать дополнительные трубы для отвода излишек воды. Ну, а сразу после праздника, 9 марта, приняли 115 кубов бетона и залили цементирующей смесью 45 метров основания правого русла. Простоев техники на плотине нет.